У многих родителей возникает страх о мысли о том, что их ребенок может начать принимать наркотики или быть каким-то образом вовлеченным в незаконный оборот наркотиков. Как уберечь ребенка грамотно и его оградить от этого, об этом поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна Морейко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, насколько на сегодняшний день у ОСТА стоит проблема вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, либо даже в прием этих наркотиков? Вы знаете, незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов всегда был глобальной проблемой. Актуальность она не теряет и до настоящего времени. Если смотреть по статистике, то у нас уже намечают тенденции роста совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особую тревогу вызывает именно вовлечение несовершеннолетних в схемы наркооборота. Так, в истекшем периоде 2024 года уже задержаны 8 несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 328. Это только по Брестской области. И понимаете, тревогу правоохранительных органов вызывает то, что если раньше несовершеннолетние были мальчики возраста 15-17 лет, которые не попадали ранее в поле зрения правоохранительных органов, то сейчас этот возрастной ценз, если так можно сказать, снижается. Буквально в сентябре 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, учащихся девятых классов, средних учреждений. То есть молодеет этот процесс. И если говорить о проведенной профилактической работе, то следует отметить, что общими усилиями удалось преломить ситуацию наркопотребления, чего нельзя, к сожалению, сказать о вовлечении несовершеннолетних в сбыт наркотических средств и в задействовании их в преступных схемах наркооборота. То есть интересы меняются у молодежи, хочется больше заработать, нежели быть вовлеченным самим и получать именно тот эффект, который получается от наркотиков. Ну, к сожалению, да, такое имеет место. И мотивы совершения данных преступлений, да, действительно, желание быть независимыми, желание заработать денежных средств, желание показать, что он уже взрослый. А на деле получается, что подросток, вовлеченный в схему, получает реальное лишение свободы. Сам мотив сам по себе, если брать обособленно, вот отдельно, очень хороший. Но, с другой стороны, реализация этого мотива и вот в действиях очень погубная. Да, там все-таки есть другие способы. Расскажите непосредственно про роль прокуратуры. Какая работа ведется? Ну, безусловно, это обеспечение законности приведения уголовного процесса в отношении несовершеннолетних поддержаний государственного обвинения в суде. Широко используется практика рассмотрения в выездных судебных заседаниях уголовных дел в отношении несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Продолжена практика публичного санкционирования такой меропресечения, как заключение под стражу, когда на данное процессуальное действие приглашаются учащиеся учебных заведений, трудовых коллективов, работающие молодежь. Это позволяет на деле увидеть, как работает механизм и к чему приводят необдуманные поступки. Но также работники прокуратуры участвуют в проводимых профилактических мероприятиях с иными субъектами профилактики в круглых столах. Проводятся надзорные проверки, изучаются причины и условия, способствующие совершению преступлений. При наличии оснований по результатам таких проверок вносятся акты прокурорского реагирования, в которых ставится вопрос о устранении нарушения законодательства, недопущении подобных нарушений впредь, а также предлагаются пути решения либо внесения корректировок в проводимую профилактическую работу отдельными субъектами профилактики. То есть, если по большей части сказать, так вот, достаточно емко, то со стороны прокуратуры осуществляется контроль за процессуальными действиями и профилактикой среди молодежи, чтобы предупредить непосредственно такие преступления. Конечно. Вот наверняка все-таки родителям, как тем людям, которые общаются с детьми гораздо чаще, нежели органы прокуратуры либо другие органы, есть, возможно, какие-то варианты, каким образом можно понаблюдать за своим ребенком, чтобы вот понять, что он где-то уже начинает быть задействованным в этих процессах. Да, может быть, есть какие-то вот конкретные признаки, по которым можно распознать? Ну, если говорить по потреблению наркотических средств, конечно же, смотрим на их физическое состояние, то есть изменение покровов кожи, глаз, резкие перепады настроения от немотивированного веселья до глубокой тоски и депрессии, отсутствие интереса к делам семьи, изменение круга друзей, круга общения, часто бывают потери аппетита, нарушение режима сна, нарушение ощущения теплообмена. Вот зачастую можно увидеть подростков, ну, и даже не подростков, употребляющих людей о том, что в летний период времени в теплой одежде, с длинными рукавами. Они замерзают полностью. Они замерзают, чувствуют холод при отсутствии таких признаков. И также одним из признаков того, что ребенок вовлечен в схему употребления, отсутствие карманных денег, либо тех средств, которые родители дают на приобретение каких-то вещей, данные деньги тратятся без какого-либо подтверждения. Ну, опять же, если пропадает из дома, например, необоснованно где-то гуляет, потом говорит, что я гулял там, и долгое время его нет дома. Правильно я понимаю? Конечно. При этом в это время он должен был находиться в школе, на кружках, быть вовлеченным в какую-то спортивную деятельность, в нешкольную деятельность. В это время ребенок где-то отсутствует. Если говорить по признаке вовлечения в незаконный оборот наркотических средств, то родители должны насторожить то обстоятельство, что у ребенка, наоборот, появились денежные средства, появилась дорогостоящая техника, несколько мобильных телефонов. Ребенок, не желая разговаривать в присутствии родителей, уединяется где-то в другие комнаты, ведет переписки. Исчезли прежние друзья, а новые друзья, которых он вскользь упоминает, они никогда не были знакомы с родителями, не были вхожи в семью. Также обратите внимание на те программы и приложения, которые устанавливает ребенок, которые позволяют изменить существующий IP-адрес, либо программы, которые позволяют считывать и определять местоположение различных объектов и определять системы координат. У ребенка появляются фотографии местности каких-то заброшенных зданий, каких-то отдаленных объектов. Он также часто пропадает из дому и не проявляет никакого интереса к делам семьи и к учебе. Тревогой и красным сигналом являются те обстоятельства, если дома появляется большое количество зип-пакетов, фольги, электронные весы, респираторы. Это уже прямое указание. Такие косвенные доказательства вовлечения. Расскажите, каким образом может быть вовлечен ребенок? Потому что есть разные варианты, видимо, вовлечения именно в незаконный оборот. Вот каким образом может быть это? Ну, не секрет, что сейчас интернет поглотил все наши сферы жизнедеятельности. Это является не только источником получения информации, не только источником познавательной деятельности для подростка, но и одним из способов вовлечения его в наркооборот. Зачастую приходят веерные рассылки с предложениями работы. При этом они могут либо прямо указывать на незаконность данных действий, но также и под благовидным предлогом работа курьером, разносчик, доставка мелкогабаритных грузов. И ребенок может отозваться на данное объявление. При этом мы никогда же не знаем, кто находится по другую сторону экрана и кто ведет эту переписку. Зачастую наниматель берет и паспортные данные несовершеннолетнего с целью якобы оформления его трудоустройства, берет данные банковских карточек, якобы для перечисления заработной платы. А в целом получается, что он вовлекается либо в схему наркозбыта, либо в сферу совершения иных преступлений, способствующих и обеспечивающих деятельность наркомаркетов. Это деятельность, допустим, так называемых трафаретчиков. То есть молодые люди, которые наносят при помощи трафарета и аэрозольной краски надписи на фасады жилых домов, в общественных местах, на тротуары. Это вот работа, которая там, по словам, сумма. Да, работа, заработок от 2000 долларов в месяц, работа срочная, работа престижная, указывает. Но зачастую такая деятельность могла также указывать именно клад в 20 долларов срочно, и содержащие обещания заработков. Но при этом следует отметить, что при выявлении данных правонарушителей, их действием может быть дана оценка как за умышленное повреждение и уничтожение имущества, так и за сквернение зданий. Но при наличии доказательств и при наличии сведений о именно уже вовлеченном подростке в наркооборот, ему будет дана также соответствующая оценка по определенным частям статьи 328. То есть если ребенок думает, что я просто нанесу что-то, какую-то надпись трафарета, и пойду дальше, это уже преступление, способствующее незаконному обороту наркотиков по факту? Да, в действительности это является так. Так, буквально в мае этого года было рассмотрено уголовное дело и постановлен обвинительный приговор в отношении двух учащихся средних школ города Бреста, которые наносили надписи, рекламирующие деятельность наркомагазина и вызывающие интерес к деятельности данных магазинов. При этом одна из несовершеннолетних указала, что мотивом данного совершения преступления явилось обещание и предоставление ей психотропного вещества. Интерес был попробовать. Вот мы ранее говорили о факторах, да, по которым родители могут распознать, которые могут стать такими сигналами к действию. Давайте поговорим о том, какие меры стоит предпринять родителям. Может быть, есть какие-то советы или наоборот, что ни в коем случае нельзя делать? Всегда обращают внимание и педагоги, и правоохранительные органы, то, что необходимо участвовать в жизни своего ребенка, знать, с кем он общается, с кем переписывается, быть подписанным на него в социальных сетях. Здесь речь идет, конечно, не о вмешательстве, как возмущаются подростки, о вмешательстве в личную жизнь. Это речь идет об участии в их жизни, о возможности вовремя протянуть руку помощи, предотвратить от необдуманных поступков и помочь ребенку в сложившейся ситуации. При наличии подозрения о том, что ребенок употребляет наркотические вещества, психотропные вещества, либо пытается войти в эти сети наркооборота, безусловно, надо поговорить с ребенком, найти время, найти слова, убедить его рассказать, что его тревожит, что явилось причиной того, что он начал интересоваться этой темой. Ни в коем случае не стоит на повышенных тонах провоцировать скандал, провоцировать все действия, которые позволят ему замкнуться в себе и остаться с данной проблемой наедине. При необходимости обязательно прибегать к помощи профессионалов, врачей, наркологов, вести работу и обсуждать эти вопросы с педагогами. Некоторые моменты все-таки доступны больше специалистам, которые смогут вовремя предотвратить трагедию в семьях. Ну да, и не довести это до такого состояния точки бифуркации, уже не возврата, когда уже ничего исправить нельзя. С точки зрения схемы вовлечения, есть трафаретчики, но есть еще и с карточками какие-то манипуляции, которые тоже, в принципе, способствуют именно этой деятельности. И это тоже является противозаконным. Да, и здесь речь идет о том, что несовершеннолетних убеждают за небольшой заработок оформить на себя банковские карточки в нескольких банках, либо предоставить аутентикационные сведения для последующего оформления и открытия карт счетов и передать эти сведения злоумышленникам за обещание либо незначительных сумм денежных средств, либо предлагают и обещают предоставлять именно наркотические вещества, либо психотропы. При вовлечении несовершеннолетних он передает данные данные, при этом следует учитывать, что за это также предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 222 Уголовного кодекса. При этом повторюсь, что в случае установления данных о причастности и вовлечении его в схему наркооборота, хранения, сбытия наркотических средств, данный подросток привлекается также и по статье 328 Уголовного кодекса. Ирина Владимировна, огромное спасибо, что этим утром вы заглянули к нам. И по большому счету, мне кажется, что и наши беседы тоже являются некоторого рода профилактикой и предупреждением такого рода преступлений. Ну и у нас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и все-таки каким-то образом призвать их к ответственности и к благоразумию, чтобы они этим не занимались. Конечно, в первую очередь хочется обратиться к родителям. Оберегайте своих детей от необдуманных поступков, от вовлечения их схемы наркооборота. Ведите с ними доверительные беседы и вырабатывайте устойчивое противодействие к непринятию данного вида преступлений. Также хочется подчеркнуть, что в республике проводится ряд профилактических мероприятий, которые способствуют борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Поэтому обязательно также интересуйтесь данными мероприятиями, подчеркивайте для себя те моменты, которые смогут предотвратить и не допустить беду, поскольку жизнь и здоровье наших детей – это в наших руках. И это наша задача – вырасти здоровое поколение. Спасибо огромное. Большое спасибо. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Ирина Владимировна Марейко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Ирина Владимировна Марейко,